МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале ВИДНОЕ ТВ новости Ленинского городского округа в студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Учитель из ВИДНОВской школы номер 11 стал участником губернаторской программы социальная ипотека. Я с детства мечтала, чтобы у меня был свой кабинет. И там была небольшая, но очень хорошая библиотека. С наступлением каникул сотрудники ГИБДД стали активно сотрудничать с летними лагерями, где проводят занятия по ПДД. Самая главная цель – научить ребенка безопасному поведению. Молодые спортсмены из ВИДНОВ, которые в эти дни принимают участие в первенстве России по мотоболу среди юниоров, показывают отличные результаты. Раз есть юноши, значит, будут и взрослые. А раз будет взрослые, значит, наверняка у мотобола есть будущее. Шесть работников образовательных учреждений Ленинского городского округа стали победителями в губернаторской программе социальная ипотека. Среди счастливых обладателей льготы учитель из ВИДНОВской школы номер 11 Зульфия Сагендикова. О социальной ипотеке учитель русского языка и литературы ВИДНОВской школы номер 11 Зульфия Сагендикова узнала несколько лет назад. После неудачной попытки в прошлом году решила принять участие еще раз. В прошлом году я тоже поучаствовала, но у меня не получилось. В этом году у меня получилось. Я уже поработала над своими ошибками. Мне нужно было поучаствовать в педагогическом конкурсе, что я сделала. Сделала себе высшую категорию квалификационную. Ну, все получилось. Сейчас Зульфия арендует жилье в деревне Сопронова. После подтверждения льготы сразу же стала рассматривать подходящие варианты. Свой выбор педагог остановила на однокомнатной квартире в доме рядом со школой. Во-первых, она очень красивая, уютная. Она не большая, но она светлая. Плюс там дизайнерский ремонт. Поэтому вот прям я зашла и поняла, что это действительно мое, я хочу эту квартиру. Несмотря на все преимущества новой жилплощади, Зульфия Сагензикова все же планирует внести небольшие изменения в интерьер. Я с детства мечтала, чтобы у меня был свой кабинет. И там была небольшая, но очень хорошая библиотека. Претендовать на жилье по такой схеме может педагог со стажем работы не меньше пяти лет, из которых первые три года прошли на территории Подмосковья. По условиям программы покупку квартиры оплачивает областной бюджет, а владелец только проценты по кредиту. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Госавтоинспекция уделяет особое внимание пропаганде правильного поведения на дороге среди подростков. С наступлением каникул сотрудники ГИБДД стали активно сотрудничать с летними лагерями, где вместе с детьми проводят обучающие уроки, игры и даже устраивают театральные представления на тему соблюдения правил дорожного движения. Зеленый цвет для пешеходов, как и на велосипеде, так и на всех вот этих средствах, нужно сначала как спешиться, вести рядом и переходить только так дорогу. Строго говоря, такие мероприятия в расписании летнего лагеря «Рыдничок» называются занятия по правилам дорожного движения. Но на самом деле это некий микс из проверки знаний в режиме вопрос-ответ, декламации стихов, подвижных игр и театральной постановки. Все номера ребята подготовили самостоятельно под руководством опытных педагогов. Тема сегодняшнего занятия – правила пользования средствами индивидуальной мобильности – самокатами, велосипедами, гироскутерами и прочим. Не случится, что беде, помните просто наоборот. Соблюдайте ПДД даже с самокатом. В летнем лагере «Рыдничок» отдыхают школьники в возрасте от 7 до 12 лет. Подобные занятия, где ребята проходят правила дорожного движения – часть программы пребывания в учреждении. В игровое лето в форме происходит, в форме каких-то профилактических бесед, сценках. Все равно одна самая главная цель – научить ребенка безопасному поведению. С начала года в Ленинском городском округе произошло 9 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, а значит, подобные занятия не теряют своей актуальности. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видно это. В городе Видно открылся новый массажный кабинет. Несмотря на то, что начал работать он в одном из помещений крытых кортов территории тенниса, воспользоваться его услугами могут не только спортсмены-любители, но и все жители округа. Подробности расскажет наш корреспондент Дмитрий Книга. Марина Мустафина занимается массажем более трех лет и владеет разными техниками, а недавно открыла свой кабинет и приглашает всех желающих на сеансы. Среди ее умений – как классический ручной массаж спины, ног, шейно-воротниковой зоны, так и антицеллюлитный, помогающий скорректировать фигуру. Нас Марина посвятила в секреты своей специальности. Массаж является спа-услугой, которая может решить многие проблемы со здоровьем. Поможет человеку расслабиться, допустим, восстановиться после тяжелой тренировки, после тяжелого рабочего дня. Ручной массаж помогает расслабить мышцы, избавиться от зажимов, что позитивно влияет на самочувствие. Массаж пришел в мою жизнь по одной простой причине. У меня начала болеть спина после работы, и мне захотелось снимать это напряжение. Вот и все. И я начала искать массажиста, нашла Марину, и очень довольна, очень ее рекомендую. Спортсмены благодаря таким процедурам ускорят восстановление мышц после тяжелых тренировок и соревнований. Стоит отметить, что для полноценного эффекта необходимо провести несколько сеансов. Начиная от 3-5 до 10, вот это оптимальное количество сеансов. И потом делается перерыв, потом вновь продолжает. Ну, то есть, зависит от проблемы. Всегда массаж делается курсами. То есть, разовое посещение – это не серьезно. Другой вид – антицеллюлитный LPG-массаж для устранения лишней жидкости в организме. Проводится с помощью профессионального оборудования. При этом клиент надевает специальный костюм. Довольно давно существует этот вид массажа, но он не теряет актуальности. Он очень востребован у женщин, девушек, которые хотят убрать объемы. Ну, так они не мужская тема. Мужчина больше все-таки ручной заходит. Особый конек Марина Мустафиной – массаж лица. Он позволяет бороться с возрастными изменениями и избавляться от отеков. Массаж лица – это мощнейший антистресс. То есть, когда мы его делаем после общего массажа, завершения общего часового массажа, добавляем еще массаж лица, то человек расслабляется вообще полностью. Что касается СПА-программ, то Марина может предложить шоколадное обертывание. Шоколад поднимает настроение, снимает усталость, увлажняет и питает кожу. Делает ее ровной и подтянутой. За счет добавления в состав экстракта водорослей создается лимфодренажный эффект. После сеанса девушки чувствуют себя свежими и отдохнувшими. Мне нравится вообще свет, обстановка, душевая кабина. Здесь все полностью, весь кабинет оснащен всем необходимым. Чистые полотенца, стерильные условия – это не так мало важно. Записаться на сеанс можно по телефону, который вы видите на экране. Находится кабинет по адресу Зеленый переулок, 19, в помещении спортивного комплекса «Территория тенниса». Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Будущее мотобола в надежных руках. Это доказывают молодые спортсмены, которые в эти дни принимают участие в первенстве России среди юниоров. В Видном в стартовой игре зонального этапа встретились команды «Металлург-2» и «Ковровец-2». О результатах расскажет Юлия Погосян. Юны, подающие надежду спортсмены. На зональную серию игр в рамках первенства России по мотоболу среди юниоров, Видное, приехало два молодежных состава знаменитых клубов из Ставропольского края и Владимирской области, чтобы сразиться с местным «Металлургом-2» за возможность выступать в финале федеральных соревнований. «Город, который славен своими традициями, культурными, историческими, но самые главные – спортивные традиции, был и остается мотобол. Пожелать нашим командам сегодня боевого затора, спортивного интереса, поменьше травматизма и достойной победы». В стартовой игре первенства на поле видновчане и гости из Коврова. Пока еще не конкуренты «Металлург-2», но стремительно растущие профессионально спортсмены. «У меня все осенью ребята только пришли, формирую новую команду, то есть у меня в прошлый год слишком много ушло в основной состав. Для этого живем, для этого работаем. Любимый вид спорта на благо жителей ваших, городовидного, наших ковровчан. Старые дружбы, старые соперники». Старые соперники в новом амплуа. Как отметил президент команды «Металлург» Валерий Нефантьев, для молодежи должно быть честью выступать на поле, где когда-то играли лучшие клубы Европы. «Чтобы они знали, что по этому полю на каждом сантиметре боролись лучшие игроки Европы. Чтобы они анализировали и знали, что здесь надо проявлять максимум того, что ты умеешь. Я специально сказал проявить свои рыцарские качества. Раз есть юноши, значит будут и взрослые. А раз будет взрослые, значит наверняка у мотобола есть будущее». В первенстве «Металлург-2» побеждал уже восемь раз. Многие из игроков основного состава – те самые легендарные видновские спортсмены – выходцы молодежки. Юных мотоболистов это вдохновляет. «Металлург» и сборная России всегда боролись и занимали первые места. И мы придерживаемся этого плана. «Видном» – последняя игра в рамках первенства состоится 2 августа в 18.00. Вход свободный, после этого определятся две команды, которые поедут на финал соревнований в Краснодарский край. Они пройдут с 3 по 6 августа. Юлия Погосян, Александр Логинов, «Видное ТВ». И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова